Ну что, мы начинаем, да? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто меня слышит. Хорошо, нет? Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рады приветствовать вас уже в лице спикера, в этом волшебном пространстве, в котором мы второй день уже находимся с вами. Меня зовут Екатерина Алмалеева, город Самара. Я по роду деятельности психолог, детские, семейные, родительско-детские отношения, школьный психолог 2000 года уже, ну, с перерывом на рождение двух детей. Вот, соответственно, двое мальчишек у меня, 12 и 5 лет. И как я познакомилась с коучингом, вообще, в принципе, через мужа, который заканчивал трехмодульный вот этот курс по коучингу. И он ищет себя как бизнес-коуч, как лайф-коуч, а вот мне ближе все-таки семья и дети. И, в принципе, давно уже ищу какие-то методы, такие интенсивные, чтобы можно было быстро работать и получить результат не только самой, конечно, хотя самой, конечно, тоже очень приятный результат получает, но и чтобы родители видели, что это работает, что это можно использовать, и что это на пользу семье, детям и самим. И поэтому как-то вот попала на коучинг семей, и после этого, вот, наверное, повернула, не то, что я психологию бросила, но вот в сторону коучинга, конечно, теперь больше гораздо работаю. И вот сегодня я хотела как раз поделиться практикой использования коучинговых инструментов в работе именно с родителями, потому что когда коучинг вошел в жизнь нашей семьи, жить просто и как-то вот, не задумываясь, стало невозможно, потому что всегда уже теперь думаешь, что сказать, что сделать, что будет хорошо, что не очень, что будет наилучшим сейчас, в данный момент, и для себя, и для детей, и чтобы всем было хорошо, и жить вот легко и радостно, благодаря Наталье Сусловой, тоже как бы вот такое устоявшееся уже выражение. На самом деле это можно делать, и это получается с разной степени успеха, с разной степени возможности сразу увидеть результат. Но вот видно, что это работает, и поэтому, когда задумывался вот этот тренинг, о котором я буду говорить сейчас, уже были результаты собственные, уже видно было, что можно с детьми работать и общаться именно как в стиле коучинг, и будучи при этом мамой, ну или папой, и при этом вот всем будет хорошо, будет лад в семье, и находятся какие-то отношения, которые будут устраивать всех, будут всех радовать и приносить удовольствие. Вот в течение этих двух дней очень много было созвучных мыслей по поводу родительства. И вот вчера Ирина Косткина рассказывала историю по поводу открытия, что иногда ребенку нужно просто, чтобы мама с ним просто посидела, и тогда ему будет хорошо, у него будут двигаться какие-то идеи, получатся какие-то дела. И вот, наверное, родительство – это вот постоянное какое-то открытие больших и малых, большие и малые открытия, скажем так, причем самостоятельные зачастую. Потому что вот коучинг у нас учит всяким педагогическим техникам, а вот чтобы быть родителем, вот нас никто так вот не учит. Изначально, пока у нас детей нет, мы вот сами потом появляются дети, начинаем искать какие-то способы, а как хорошо, а как правильно. И поэтому, наверное, вот моя сегодняшняя история – это как раз вот про открытия. Про открытия мои, про открытия родительские. И вот поскольку я работаю как психолог, очень много все-таки школьные, ко мне приходят родители. Вот сейчас попрошу вас написать, чтобы мы представили себе такую картинку и контекст, не отлетали далеко куда-то вот в выси и представили себе идеальные какие-то родительские отношения. Вот вчера Светлана Шпавалян сказала, что важно понимать, где мы сейчас живем. Вот как вы думаете, с чем вообще, с какими вопросами родители приходят к психологу? Прямо кратенько напишите, пожалуйста, в чате, если есть у вас идеи, если вы приходили или вы сталкивались с этим. Спасибо, Любовь. Да. Смелее. Просто предположите. Любое ваше предположение будет вполне верное. Не хочет учить уроки в отношении ребенка со сверстниками. Да. Да. А если взять самих родителей? Конфликты в семье. Отлично. Спасибо большое. Проблемы с учебой, с учителем. Да. Убегает из дома. Да. Благодарю. Очень интересно. И вот смотрите, что, как вот у нас это происходит. Вот это глазами меняет, моими глазами, тем, что происходит в школе. И тем, что происходит... Вот еще частная школа у меня есть. Я там работаю тоже с здоровым психологом. Вот. Еще культурую начальную школу. И вот с чем приходят родители к психологу, с какими вопросами. Самое главное, самое интересное, что вот сколько лет я работаю, практически ничего не меняется из тех запросов, с которыми приходят родители. И очень часто, к сожалению, звучит именно вот такой вот вопрос, вернее не вопрос, а запрос, который вот самый первый идет на слайде. И, да, сделайте с ним что-нибудь. Хорошо, если это просто вот такой вот запрос. Иногда это бывает более такой, будет рисивно, в административной форме родителями сделано. Возможно, что как бы от собственного бессилия. Да, вот все вот эти вопросы, все эти запросы, они существуют. Никуда ничего не девается, так все и остается. Но самое главное, что когда вот приходят родители с такими запросами, опять же, про фокус, внимание, опять же, про то, куда направлены наши эмоции, да, то есть мы получаем то, на что направлено наше внимание. Если фокус на ошибках на наших, или на ошибках ребенка, да, то их становится чаще всего больше, если вот вы как родители замечали. И, к сожалению, вот когда я жалуюсь, ребенок такой-то и секой-то, и ярлыки на него мы вешаем, да, то чаще всего верим в это все больше и больше. К тому же еще и, увы, и ребенок, зная, что я такой, начинает соответствовать нашим ожиданиям. Это тоже как бы и психологические вещи, ну и просто из жизни детей такая вот фишка. Чего на самом деле у нас хотят родители? Родители хотят, вот когда работают, приходят к психологу в школу, просто вот сидят, к ним приходят обычные родители. Они вообще на самом деле очень хотят, чтобы мы работали только с детьми. Вот ребенок есть, поработай с ним, пожалуйста, сделай с ним что-нибудь, чтобы он потом ко мне пришел хороший, веселый, довольный, уроки делал спокойно, вот компьютер у меня сидел, меня слушал внимательно. Я не говорю, что это поголовное желание, но как бы вот изначально вот с этим приходят. Чтобы что-то уже поменялось, снять какой-то дискомфорт, да, то есть вот, но при этом родители не готовы работать зачастую. Они не хотят общаться, не хотят разговаривать про свое прошлое, делиться этим. И как бы вот им очень... Но с другой стороны, каждый родитель, который приходит, у них за всем вот этим, за всей этой вот ширмой, за всем этим забором, которым они отгораживаются от нас, психологов или коучей зачастую, ставить желание уже сделать что-то сейчас и решить вопрос. Потому что вот этот дискомфорт внутренний, он, конечно, толкает хотя бы на то, чтобы уже прийти и обратиться за помощью. А в какой вообще обстановке у нас сейчас живут родители? Помните, сегодня говорил спикер о том, что есть обвинения взаимные, есть какие-то претензии. И вот самое главное, что это не только в семье, это происходит вообще вот в нашем социуме. Наши родители сталкиваются с тем, что к ним такое отношение, что они все время какие-то неудачники. И зачастую вот этот кризис уверенности в себе вот сейчас у родителей очень часто встречается, особенно сейчас вот работаю с первоклассниками. Родители первых классов, они просто невероятно находятся в невероятном напряге от того, что с них очень много хотят, с них очень много требуют, или они сами себя очень много требуют. И поэтому зачастую им проще вообще ничего не делать, чем ошибаться. Это позиция не только родителей, это бывает позиция ребенка, лучше я не буду ничего делать, чем я буду плохой и неправильной. Вот. Ограниченные возможности родители часто считают, что, значит, возможности вообще нет. И они приходят опять же с вопросом, а что делать, я уже не знаю, помогите. Вот. И уже сегодня тоже говорилось о том, что информации очень много, но результата мало. И кажется вот иногда, что много же чего написано, много чего говорится, много чего сказано, много чего сделано. А все равно родители очень многого не знают и зачастую спрашивают, а что, так можно, правда? А вот если я вот это скажу ребенку, это же ему не навредит? Или вот какие-то еще другие такие варианты, когда информация есть, а она не используется? И самое главное, о чем еще вот хотел говорить, о том, что есть такое линейное мышление, что если какая-то проблема есть, то вот ребенок, да, то есть в нем проблема, он ленивый, он неспешный, он не хочет, он не может себя заставить. И поэтому как бы вот решать проблему. Прям нужно с ним. Вот. Вы скажите мне тогда, пожалуйста, как вы думаете, насколько вообще вы уверены, что вот родители могут повлиять на поведение своих детей? Вот от 1 до 10. Могут ли родители повлиять на поведение ребенка? Или не могут? Один, естественно, могут. Любовь, согласна. Так. Благодарю, спасибо большое. Да, на самом деле, конечно, могут. Это точно. И на самом деле, да, вот изменить свое поведение может только сам ребенок. Но если родители меняют свое поведение, ребенок однозначно, и чаще всего меняет свое поведение в ту сторону, куда нужно родителям. То есть родители включают свою голову умную, а начинают думать, сделать как-то по-другому. Почему же коучинг? Почему мы обращаемся, я вот, например, обращаюсь к коучингу? Потому что для того, чтобы у нас какой-то процесс работы начался, нам нужно в этот процесс включить родителей. А не только, чтобы у нас ребенок нес и ввес на себя ответственность за того, что происходит. Вот. И включились они как родители именно осознанные и ответственные. И это, опять же, дает возможность самим родителям увидеть, что можно уже сейчас начать действовать. Потому что коучинг – это как раз о том, что это будущее, это как раз о том, что это действие, это о том, что это мотивация. Вот. И поэтому, когда родители приходят и начинают работать, они уже сейчас видят, что что-то происходит, что меняется что-то. И можно, в общем-то, появляется надежда на то, что эта ситуация куда-то двинется. Хотя бы непонятно еще, может быть, куда, но что она уже двигается и что меняется. Возможность, если мы говорим о групповой работе родителей, да, то это возможность взглянуть на ситуацию широко. Потому что в группе родителей все разные, они все приходят со своим, со своими целями, со своими вопросами. Но часто звучит очень часто мысль «Ух ты, а я, оказывается, не одна такая, я не один такой с такими вопросами». И еще оказывается, что можно увидеть ситуацию вообще с разных сторон. И каждый еще может поделиться возможностью какой-то, как эту ситуацию решить. Даже без участия, в принципе, ведущего коучинга. Потом, почему коучинг? Потому что это на работе, как я уже сказала, на будущее, да, с вдохновением. Родители забывают о том, что они там что-то не так делают. Они начинают видеть какие-то перспективы. Для них это очень важно. Почему еще важен коучинговый подход? Потому что мы на том же тренинге, о котором я буду дальше говорить, вырабатываем шаги. Родители вырабатывают их сами. И то, что мы сделали сами, для нас это важнее всего на самом деле. То есть решения, принятые нами самими, они работают. А то, что нам навязано, оно, конечно, работать не будет. И потом постепенно появляется, когда у нас появляется уверенность, появляются какие-то решения, и мы видим какие-то шаги, соответственно, появляется готовность эти шаги реализовывать. То есть мы в процессе вот этого тренинга вырабатываем какие-то конкретные маленькие шажочки. Каждый их выбирает сам, каждый выбирает степень широкого шага, маленького шага. И эти шаги начинают реализовываться понемножку. Потом, соответственно, результат он тоже виден. Не сразу, в зависимости от шагов, в зависимости от смелости человека. И получается, в принципе, что коучинг как раз тот самый инструмент, который помогает нам, родители, включить в этот процесс взаимодействия с ребенком процесс осознания и осознанного родительства, и позитивного родительства. И самое главное, что ответственность за результат у нас уже начинают нанести наши маленькие любимые дети, а сами родители, которые уже готовы делать шаги, принимать решения. И почему мы начинаем вообще с родителей в этой ситуации? Потому что семья у нас это все-таки система. Потому что у нас не живет отдельно ребенок, не живут отдельно родители. У нас все равно это то, что между собой всегда связано, взаимодействует. И почему мы рассматриваем семью как систему безопасности, и союз как систему безопасности. Вот у Мэрили Норкинсон там есть такая вот история про союз, о том, что каждый, чтобы этот союз укрепить, делает шаги. Шаги могут быть большие, шаги могут быть маленькие, иногда требует очень серьезных больших шагов. Для того, чтобы в системе вот в этой семье развивать и растить любовь, шаги нужно все равно в любом случае делать. И вот в этом союзе у нас на самом деле, когда есть мама и папа, даже если мама и папа уже не живут вместе, этот союз все равно остается для ребенка союзом в любом случае. И поэтому в этом союзе у нас дети растут и развиваются. Они там ищут себя, они отвечают на вопрос, кто я, какой я. И вот пространство любви, которое существует в нашей семье, оно как раз является пространством развития для ребенка. Потому что если нет любви, то и нет развития, к сожалению. И если наши мамы с папой, которые в этой системе являются главными, начинают делать какие-то шаги, менять свое поведение, соответственно, вынужден будет меняться и сам ребенок, делать эти шаги тоже навстречу родителю, и менять свое поведение, потому что система, она не может реагировать на то, что один хотя бы родитель меняется. Вот и почему особенности, вот у нас особенности тренинга для родителей, почему мы используем коучинг, почему у нас, например, тренинг для родителей, но бывает, что они для семьи, да, то есть мы работаем именно с каким-то одним родителем, потому что зачастую у нас приходит только один родитель, не всегда родители готовы признать какие-то проблемы в семье, или они не готовы выносить их на абсурдение. Иногда, в принципе, вот в союзе, в самом между папой и мамой, какие-то проблемы существуют, а могут и не существовать, а вот вопросы с ребенком существуют, и тогда, в принципе, вот этот тренинг, он хорошо работает хотя бы на построение отношений родителя и ребенка. И чем вот отличается тренинг с использованием коучинговых инструментов, это то, что родители сами делают открытия новых способов взаимодействия с детьми за счет того, что мы работаем на занятиях, используем, опять же, коучинговых инструментов. И колесо мы делаем в начале и в конце занятий, занятий, как бы вот цикл занятий. И по пирамиде логических уровней мы ходим, я дальше чуть-чуть расскажу, что мы делаем конкретно с родителями. И то про позитивное намерение и вот пять принципов Милтона и Эрикса на вначале звучат, поэтому я сегодня, когда Светлану Попову слушала, тоже очень радовалась, что как бы вот все это созвучно очень, все это работает в разных местах, но как бы с родителями всегда работает. И вызывает зачастую, когда мы начинаем обсуждать вот эту звезду, зачастую очень много открытий родители делают уже на этом, опять о том, что ребенок на самом деле чего-то хорошего хочет, например. Потом готовность действовать у родителей уникает, потому что они видят, что есть результат, что есть какие-то наработки прямо на самом занятии. Я скажу, в чем заключается наше занятие чуть попозже. И самое главное, что инструмент родителя появляется новый, это вопрос, волшебная направляющая, вдохновляющая. Сегодня тоже об этом уже много говорилось. вопрос, который используется для того, чтобы фокусировать ребенка на том, в общем-то, на целях каких-то, на том, что ему интересно, и при этом не вмешиваться в его выбор, и помогать ему просто вот именно двигаться туда, куда ему созвучно. Вот. Чем еще особенно тренинг для родителей с помощью колоджинга? Это вот то, что мы используем эти инструменты задания на самих родителях сначала. Вот как бы они испытывают их на себе, смотрят, как это работает. Одна мама и спрашивает, а вот я вот не пойму никак, а как же это будет работать, как работают эти вопросы, а чего ты хочешь, а кому это важно. И когда я начала ее спрашивать, ну давайте, хорошо, давайте попробуем сейчас вот прямо на вас. И вопрос, как самый первый вопрос, а чего ты хочешь, поставила маму большой-большой ступор. Она стала рассказывать о том, что она хочет для других людей, для своих работодателей, для своей семьи. И когда я спросила, нет, ну подождите, давайте решим, а что вы хотите? То есть вот такие моменты у родителей очень-очень бывает, отбиваются очень сильно, и после этого они включаются в работу еще быстрее, еще больше. Результат получается очень интересный. Вот. Что еще? Мы выполняем домашние задания. Причем домашние задания не сильно простые, они для прояснения какого-то видения родителей своих детей, своих взаимоотношений в семье, взаимодействия с детьми по-новому. То есть когда мы отрабатываем вот эти вопросы, волшебные направляющие, открытые вопросы, без вопроса почему, а с вопросом, а как это будет, а как ты это видишь, ну и прочие другие вопросы, направляющие, которые, в принципе, наверное, большинство из вас известны. Вот до того, что мы просто тренируем умение спросить ребенка о том, как день прошел в школе. Сначала часто вопросы пограничиваются, но когда день прошел, они говорят нормально, ну, выполняя роли учителей и, например, родителей. Вот. Еще момент в том, что мы работаем над визуализацией результатов, помимо того, что родители сами пробуют это сделать, они видят, как это происходит, как они в процессе видят своих детей, что они им говорят, как они с ними взаимодействуют, но и того, как мы можем, как родители, подстроиться под наших ребятишек и помочь им в чем-то, то есть подстройку в будущее, например, сделать, чем мы можем помочь, настроить их, решиться на что-то, что-то предпринять, что-то преодолеть. Все это родители отрабатывают и сами на себе, и пытаются потом использовать это дома, то есть они тоже получают домашнее задание, задавать определенные вопросы, в каких-то ситуациях про них вспоминать. Потом они об этом рассказывают, делятся, и в принципе, конечно, очень много эмоций, очень много чувств возникает, когда они делятся тем, что ребенок говорил, а потом еще у ребенка получилось в результате того, что родители помогли. Конечно, очень вдохновляет это родители. Вот. Так, что дальше? Цель тренинга, да, вот они такие вот разные, на самом деле, в принципе, я их уже озвучила, даже то, что вот осознанно отношение родителей к воспитанию детей, умение слушать и слышать своих детей, об этом тоже очень много говорилось, потому что пока мы не слышим, мы не понимаем, чего они хотят, мы не можем с ними наладить какие-то отношения, они не хотят взаимодействовать с нами. Вот. Еще иногда родители говорят, что, ну вот вы понимаете, вы хотите, чтобы мы просто взяли и цель нашего вообще занятия была научиться управлять своими детьми, то есть сделать детей более управляемым. Возможно. Да, то есть вчера прозвучала фраза, что тот, кто задает вопрос, тот управляет процессом. На самом деле, это действительно так, но мы же можем это делать не в формате дрессировки детей, а в формате именно такого настоящего нашего интереса и нашей большой любви к нашим детям, помогая им развиваться и расти радостно, интересно. Вот. И вот мы пришли к тому, чем мы вообще занимаемся на занятиях, в чем содержание занятий состоит, да, то есть мы обсуждаем возрастные особенности, какие вот возможности, чего можно ждать от ребенка в 7 лет, а чего нельзя сегодня тоже вопрос задавали. А можно в 4-4 года разговаривать с ребенком об этом, о том, что он может в 7 лет, о том, что вот семья – это у нас целостная система. В содержании занятий ходит то, что мы делаем всякие упражнения, вот, например, по поводу, я говорила, слушания, слушания, открытых, закрытых вопросов, и родители могут попробовать и сами почувствовать, почувствовать, как это с ребенком происходит. Какие-то визуализации мы делаем с ними, вообще вопрос про семью, например, зачем вам семья? И эти вопросы ставят родители в некий типик, когда они сейчас потом думают, они столько всего интересного не дают, вот, про семью мы разговариваем, где там, куда повернуть, и почему семья – система, и как она работает, и как и в этой системе каждый видит свою роль и роль другого человека. Даже вчера вот рассказывали про упражнение «Кто я?» и «Напишите 20 ответов», то есть, начиная с этого даже уже, когда родители начинают осознавать сами себя и не могут написать 20 ответов сразу, это тоже уже как бы повод для того, чтобы подумать, задуматься и уже что-то делать уже для самих себя, начать. Вот. Чем мы пользуемся вот на нашем тренинге? Родители пишут письмо ребенку, это как первое домашнее задание, просто письмо ребенку. Можете тоже, кстати, попробовать написать, очень вдохновляет, очень сильно выбивает слезы у некоторых родителей, когда они потом читают то, что они написали, но это по желанию, как бы, но вот делятся они впечатлениями, как это все работает, и какой-то все производит эффект. Вот. Колесо баланса, это тоже одно из основных упражнений таких вот. Вначале мы делаем на ценности в отношениях, а в конце уже на отношения на будущее, то есть, когда родители уже уходят с тренинга, с заключительным занятием, мы с ними рисуем колесо, что они собираются делать дальше, какие отношения выстраивать, что самое важное будет и чем они займутся, какие шаги они предпримут. Вот. Белый лист семейной круги, это про семью, про систему, про то, как все взаимосвязаны с собой на самом деле, как все друг друга могут поддерживать, и как в этой поддержке все другу нуждаются. Окно Джахарь, это про то, как родители вообще, это я рассказывала им о том, как личность вообще на этот мир смотрит, чтобы они понимали, что есть вещи, которые они сами про себя знают, сами про себя не знают, и то же самое происходит с людьми. вопросы разного вида, опять же, техника я сообщения, когда мы говорим от себя, и конкретно, говорим конкретные вещи, говорим о том, что мы чувствуем, чего мы хотим от ребенка. Декартовые координаты это то, что можно предложить подростку, потому что было вопрос, а как нам решать, и мы не понимаем, что нам делать. То есть мы делали это с родителями, и потом уже родители это пробовали сделать с ребенком, рассказывали о том, что работает очень интересно, но вызывает очень много вопросов. Какой инструмент тренинга еще? Это куч-позиция, когда родители пытаются занять эту позицию по отношению к ребенку, и через вот эту позицию уже потом уже приходит к принятию своего ребенка. Пирамиды логических уровней, вот я хотела немножко о ней отказать, мы, вот эту идею я взяла, конечно, у Марины Маткинс на хочинге семейных пар, когда там пара семейных партнеров ходили в тапочках друг к другу по пирамидам логических уровня, то есть там видение, представление собственных способностей, ценностей, только не своих, а своего партнера. А здесь у нас работа идет как родителя и ребенка. То есть родитель одевает тапочки ребенка, представляет себя на месте своего ребенка прекрасно, и идет вот по пирамиде логических уровней, у вас там есть картинка, то есть сначала где я нахожусь постоянно, что со мной происходит вокруг, что я делаю, какие мне способности, какие ценности. Я вам могу сказать, что открытия родителей делают про своих детей очень большие. Методика-то очень простая, но в плане как бы проведения, там не требуется ничего особенного, только тапочки родителя-ребенок, в смысле ребенок уже представляемый, и вот эта пирамида. То есть родители застревают где-то на уровне, наверное, способностей своих детей, но перешагнув дальше, то есть вот способности, ценности им бывает очень сложно понять, что у ребенка внутри, но дальше у них открывается какое-то второе дыхание, и они вот на месте у ребенка уже очень многое видят, вот это вот глобальное видение мира, того, что я могу в этот мир принести, чем я могу быть миру полезен. И вот здесь у родителей начинается вдохновение, на самом деле. Это вот как раз один из таких мощных инструментов, который срабатывает и работает на понимание, на принятие своего ребенка очень сильно. Спасибо вот за этот инструмент, Мэрилин. Что такое подход дает детям? А вот сейчас я вас попрошу, кто еще с нами здесь находится, кто готов думать и еще представлять, чувствовать себя каким-то образом, я понимаю, что информации очень много. Вот представьте, как если бы вы были ребенком, и как если бы это стало возможно для вас, что бы вы чувствовали как ребенок, и что бы стало возможным для вас, если бы ваш родитель был вот таким вот родителем-коучим, если бы вы были ребенком, что бы стало возможно? Напишите, пожалуйста. Доверие. Своё почувствование нужно. Ты отцел стала возможность расслабиться и стать собой. Отлично. Ощущение, что тебя понимают и поддерживают. Это очень здорово. Когда родители уходят с тренингов, с занятий, они вот уходят именно на самом деле вот тоже в таком состоянии, и они потом это несут в свою семью и тут пробуют это реализовать дома. Любят таким, какой есть. Меня слышат. отлично. Близость. Наконец-то родитель повернулся ко мне, ему было бы тоже важно. Так. Да, родителям очень важно, кстати, повернуться к ребенку, увидеть его таким, какой он есть. Это очень-очень необходимо. Бывает. Так, я как-то вижу, время моё заканчивается. Вот. Это вот просто такая небольшая лирическая картинка. вот открытие, которое сделали родители в процессе колучинга, то есть вот это вот их личные такие выводы, то есть на самом деле они уходят с ощущением, что они хорошие родители, что они могут быть родителями любыми, иметь свои мечты, так же, как и дети эти мечты имеют. И, кстати, на самом деле иногда лучший способ защитить это дать ободрать коленки ребенку, чтобы попробовать ошибиться, на этих ошибках сделать какие-то выводы и понять, а что бы сделать можно-то сделать по-другому. Да, то есть есть вдохновение и самое главное, что еще нужно подправить просто отношения, а с ребенком на самом деле все в порядке. Вот эти открытия, они очень важны для родителей, бывают, на самом деле кажется, что это просто со стороны, но родителям иногда очень сложно дойти до этого и когда они делают вот эти открытия, для них это очень важно и очень хорошо это работает потом. Это обратная связь, я не буду ее комментировать, то есть это просто мысли-слух, которые родители потом у меня я попросила прислать ее через два месяца после проведения тренинга. Это вот так вот выглядит. И какие-то вот принципы, я прям уже завершаю минуту, то, на чем мы в принципе основываемся, когда работаем с родителями и с детьми, да, и что работает на самом деле с детьми. То есть любовь, дисциплина и ценности однозначно все это работает в любом возрасте, но при этом должны быть отношения с ребенком. То есть если нет базы отношений, то никакой дисциплины, никакой любви вы уже не построите и, как бы, именно даже ждать не приходится, потому что дисциплина, которую мы хотим от ребенка добиться, без отношений она не работает. чувство уважения, о котором сегодня тоже очень много говорили. Родители не равно друзей однозначно, потому что если мы друзья, мы дружим, мы не можем. Родители иногда принимают очень непопулярные для детей решения, с которыми дети потом согласятся, конечно, но при этом мы не можем быть друзьями своих детей, иначе тогда система нашей семьи немножко кривовато начинает работать. Точки соприкосновения не очень важны, это момент, когда мы здесь не рядом, когда мы их любим, безоговорочно, без всего, мы что-то мы с ними делаем, а ведь мир в это время куда-то там отходит на задний план. Эти точки нельзя запланировать, можно их просто отмечать для себя, радоваться тому, что они есть. Жизнь, что это варианты надежды, всегда есть куда двинуться, всегда есть куда пойти, пока мы принимаем решение, у нас есть возможность и перспектива. Танк остается танком, это о том, что как есть ребенок, такой он и есть, вы если не измените его, если он у вас какой-нибудь очень подвижный, очень бодрый, очень веселый или очень замкнутый, но вот если вот он у вас такой родился, если у нас есть такой, то может быть проще как-то понять, как взаимодействовать не с таким ребенком, наломать его в коленку через коленку, а понять вообще, какой он и что он из себя представляет и чего он хочет, о чем он мечтает. Ну и конечно, вот это вот системное мышление о том, что у нас семья все-таки не каждый сам по себе, а все друг друга любят, все друг друга, о друг друге заботятся, и любое движение и действие одного человека отзывается всегда на другом. Поэтому еще могу сказать один момент, что можно использовать такой способ, просто как такое упражнение, каждый день можете задавать себе вопрос, а что я могу сделать конкретно сегодня для того, чтобы мои близкие или мой ребенок, если мы говорим о ребенке, я стал более счастливым уже сегодня. Благодарю вас за внимание, очень приятно было два дня общаться и узнавать очень много нового. Я, наверное, уступаю место следующим. По-моему, там мама и ребенок должны быть. Игорь Негода